Костыли, протезы ног и рук, обувь для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все это производит республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий. Люди с инвалидностью обеспокоены тем, что в последнее время количество мастеров сократилось, а объем выпускаемой продукции уменьшился. Раньше в одном цехе работало по 3-4 мастера, сейчас в каждом из них работает только по одному. Ладно, у каждого из нас есть по паре протезов. А что будет дальше? С каждым годом количество людей, нуждающихся в протезах, увеличивается, а объемы сокращаются. Поэтому мы решили обратиться к президенту, и наши чаяния были услышаны. Также нас беспокоят условия, они с каждым годом ухудшаются, например. Чтобы получить один протез, мы лежим тут месяцами, пока нам его не подгонят. Созданная комиссия по расследованию инцидента изучила ситуацию. Производители протезов рассказали, что заработная плата остается низкая. Также показали, как изготавливаются изделия. Известно, что среди мастеров есть те, кто уволился с работы из-за низкой заработной платы. Председатель комиссии сообщил, что проблема будет тщательно изучена и будет окончательно принято решение. На имя президента Кыргызской республики Александра Наргаджовича Джапарова поступило заявление от наших инвалидов на предмет качества получаемых услуг на данном заводе. Они жалуются на качество протезов, жалуются на качество обуви, жалуются на те услуги, которые здесь всем им оказывают. Мы здесь рассмотрим все поднимаемые проблемы, а они правильные, правильные требования наших инвалидов. И по итогам комиссии мы принимаем решение. Работники получают зарплату от 12 до 19 тысяч сомов в зависимости от работы. Директор учреждения сообщила, что на выделенные средства закупается кожа и шьются различные изделия. На сегодняшний день тысячи людей стоят в очереди, чтобы получить услуги от учреждения. В первую очередь они ставят вопрос, что кожа их не устраивает. Кожа, которую мы получаем по тендеру от нашего бишкекского кожзавода, это мы проходим тендер. Конечно, сравнивать с турецкой кожей или российской кожей, конечно, это тоньше, так на ощупь видно на это. Есть закон, который мы должны поддерживать местных производителей, Поэтому мы проходим, у кого меньше стоимость, по тендеру закону, мы проходим тендер, мы получаем от них. Также ранее люди с ограниченными возможностями здоровья сообщили соответствующие органы о проблеме с получением инвалидности. По словам министра труда, социального обеспечения и миграции, были выявлены факты, когда члены комиссии просили денежное вознаграждение. 11 сотрудников были уволены. По его словам, по данному факту также проводится проверка. Улан Касенов, Ирлан Джуншалиев, Азамат Джапаков, Аллато, 24.